Я Валера Заненко, и сегодня мы опять общаемся с Евгением Щетининым. Женя, спасибо тебе за наши разговоры. Большое удовольствие получают любители и профессионалы. Много вопросов к нам приходят. Сегодня хотел бы тебя спросить как раз некоторые моменты, которые интересны и любителям, и профессионалам. Про Володю вспомнил. Скажи, пожалуйста, в каком году он появился, чтобы ты его узнал или увидел? Когда это было вообще? Когда мы встретились? Он же младше тебя, поэтому. Да, да, да. Как ты говорил в этот момент? Первый. Сейчас я вспомню. Нет, даже я помню. Это был 86-й год. В 86-й год был турнир, такой, мемориал Тани Карпинской в Могилеве. То есть он до сих пор еще проходит. Не знаю, он сейчас международный, не международный, но тогда, в 80-х годах, это был очень популярный турнир для детей. Были, играли сборные Могилев-Минск, понятно. Потом сборная СССР юморская, сборная СССР, Киев, Питер, Москва, не помню. Скорее всего, тоже Будапешт играл, там Габрова. Ну, то есть очень интересный турнир для детей был в Могилеве он был. И вот в 86-м году там 5 человек команда. Команда Минска была, я был уже постаршим, 16 лет. И тут первый раз появился Самсонов в Володе. 10 лет ему было. 10 лет в 86-м году. Ну, такой худенький мальчик, маленький. И тогда мне до плеча не дотягивало, да. Сейчас наоборот, я уже до его плеча. Ну вот, это был первый наш совместное командное соревнование в 86-м году. То есть вы за одну команду играли по разным возрастам, понятно, да? То есть по разным возрастам. Одна команда, 5 человек команда. А, 5 человек, это и 10-летний, и 16-летний, то есть в одной команде был, да, турнир? Интересно. Да, ну, соответственно, я играю там с тем, с другой команды наверху, потом второй, третий, четвертый, и он получился по самым маленьким. То есть вот 5 человек команда, и 5 на 5 по одной встрече. По-моему, по одной встрече было. Ну, он как-то выделялся тогда уже в 10 лет. Ты мог сказать, что это будет игрок, который будет входить в десятку миров на протяжении 20 лет? Можно было так сказать? Ну, да, уже такие слухи ходили. А, даже в 10 лет ходили такие слухи в 10-летний? Да, уже в 10-летний, да, что очень-очень талантливый мальчик появился. Ну, в 10 лет, наверное, уж так сказать нельзя было. Ну, конечно, уже там через год, через два, когда уже стало понятно, что это не только слухи, но это реально, реально. То есть, получается, вот он, допустим, начал там в 7 лет, допустим, да? Ну, как-то раньше начинали. Не раньше, раньше не начинали. И через три года уже, можно сказать, были качества, которые мы уделяли от других ребят, да? То есть это... А какие качества? Вот что такое талант? Вот под твою жизнь, смотря на Володю, да, или просто... Что значит талант? Это как? Ну, наверное, тоже чувство мяча. Держал мяч, да? Хорошо держал, видел площадку, да? Да, 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 да. Да, именно чувство мяча, да, видение площадки. То есть вот это, ну как еще, что еще в таком возрасте можно... Психология нет? То есть психологии вряд ли, да? То есть там бойцовских качеств нет? Он не бегал, не кричал? Нет, такого точно не было, тем более физически был слабенький, он такой был худенький. Он только уже возмужрал, уже там такой, уже стал взрослым, можно сказать, да. А в детском, юношеском возрасте он такой, физические данные были... То есть сдержанный, то есть как-то, ну сдержанный, да? Да, 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 да. Мощи не было, да? Мощи не было, то есть именно держал мяч хорошо, да? Да, 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 вот это вот держал мяч, так, не ошибался. Все так чистенько, так аккуратненько играл. Ну, наверное, и позволило сказать, что да. Позволяет сказать, что да, талант, какой-то талант к этому виду есть. Ну, понятно, что без развития это все могло бы и заклохнуть. Ну, он сразу и там потом сразу в юношеские сборные, там, кадетские какие там раньше были. Пошел в сборную СССР, он, по-моему, в 11 лет уже мастер спорта был. Максимум 12 лет максимум. Ну и все, и все, и карьера так потихонечку пошла, да, по восходящей. И потом во взрослом спорте он за взрослую сборную СССР не успел сыграть. Первый раз он появился в 92-м году, когда мы уже, когда, я говорю, Советский Союз уже распался. 92-й год, чемпионат Европы. Была команда у нас, которая называлась, просто называлась, объединенная команда с олимпийским флагом. Были, кто там, Мазунов, Мазунов. Сущенко не играл уже? Не-не-не-не, это уже все, это уже давно не играл. Мазунов, Андрей Дима, наверное, Санвел Варданян. Я был, и вот Володя попал. Первый раз вот он тоже попал в 92-м году, но уже была, я говорю, сборная, объединенная команда, так она называлась. Чемпионат Европы в Штукарте мы играли. Макс Шмарев, возможно, был. Может, что-то Макса не помню. Ну и все, вот это, с 92-й год, это последний чемпионат Европы в таком формате был, и все. А с 93-го мы начали уже играть, все эти республики бывшие начали своими командами. Вы много тренировались? Он из какого города вообще, Володя? Он с Минска. Вы много тренировались, или вы в разных залах были? Не, мы мало тренировались, мы в разных. То есть он к Динамо относился, я к Дюш, Горану, изредка совсем-совсем мало. Потом в 90-е годы уже чуть-чуть больше стали. Там были у нас совместные сборы, мы иногда проводили перед каким-нибудь соревнованием крупным. Ну, потом, учитывая, что мы, что он, что я, мы уже в 92-м году в Германию переехали. То есть он попал в Дюссельдорф в плане тренировочных, в плане на тренировке, а играл за вторую лигу команду. Я был в другом городе, Штайнаген такой город. Хорошая была команда, мужская и женская, но играл тоже во второй лиге. Вы общались в это время, когда в Германию переехали? Помогали друг другу как-то, общались или что? Мы встречались, да. А вот года с 95-96 мы стали достаточно плотно общаться. Я в Дюссельдорф много очень времени проводил. К нему приезжал туда или как ты? Ну, в том числе и к нему, да. Просто меня там часто приглашал Марио Амизич, тренер, шеф-тренер Дюссельдорфа. У меня с ним хорошие отношения были. То есть он меня практически все говорит, если хочешь, приезжай в Дюссельдорф. Там у них при зале была гостиничка небольшая. Если было место, то я там в гостинице останавливался. А если не было места, то там на пару дней мог. Вот к Володю, он там недалеко от зала жил. То есть у него тоже много проводил времени. И тренировали с администрацией. А с кем там? Ну, кто в это время в Дюссельдорфе был из игроков? Росков? Росков был. Затем там были немцы. Возик нет? Или Возик это позже? Возика там вообще не было. Там был такой Саша Кёснер. Он, по-моему, по юношам был чемпионом Европы. По юношам Кристиан Дреер. Тоже немец. Тоже они с Самсоновым в 1994 году в паре были третьи на чемпионате Европы. Кто там еще были? Там датчане появились. Монрад, Мартин Монрад такой. Мейс появился, но он еще был совсем молодой. Он такой был еще совсем сырой. Кто там еще был? Матсуши-то чуть-чуть позже появился. Филипп Сейф был. То есть это вот года с 95-го я беру по 2000-му. Вот этот Филипп Сейф играл. То есть брат Жан-Мишеля, правильно? Ты понял? Да-да-да. Ну, он хорошо играл Филипп Сейф. Нет, ну они выиграли и Китай потом, когда Китай приехал, да. Филипп Сейф выигрывал. И Вова в том числе тоже выигрывал, да. Поэтому, да. Хороший игрок тоже был. Тоже чувство у него намного лучше, чем у брата. Но брат достиг большего. Трудолюбивый, да, брат? Дополняли друг друга. А этот раз нельзя. Хотя чувство, вот именно чувство у него, у него прямо, он такие, да, вещи мог вытворять. Но так, такого сверх чего-то и не достиг, в отличие от брата. Нет, отличная была тогда тренировочная группа. Марио Амезич тренер в Дюстюльдорфеи. И 4-5 столов всегда вот были заняты. То есть вот 8-10 человек, которые всегда целенаправленно тренировались. Ну, я там проводил, получалось, 3-4 месяца за год в течение 4-х лет у меня. Ну, это много. Нет, ну это много. 3-4 месяца. Ну, что скажешь. Дюстюльдорф это было, можно сказать, лучшее место для тренировок, куда попал Володя. То есть вот Амезич много давал или кто? Или сама атмосфера, среда, в которые попали, самые лучшие игроки, она давала результат. Нет, ну, понятно, что и спарринг, спарринг, спарринге тоже хороший. Ну, Амезич много дал. Ему потому что, я там тоже с Амезичем разговаривал, он говорит, Володя, когда приехал, он был еще совсем сырой. То есть он такой и физически слабенький, и психологически еще не был, ну, не то, что не был готов психологически, там с такими зубрами, как там Росков тренироваться. Ну, говорит, да, Володе понадобилось где-то, говорит, полтора года где-то, пока он так немножко возмужал, и уже стал уже практически на равных вот с этими с ведущими игроками и тренироваться. Ну, и потом сразу пошло там уже, да, наверх, там, года с 90-го, наверное, четвертого, можно сказать, что он уже, да, начал превращаться в кого, в кого превратился в итоге, в одного, да, из ведущих игроков. То есть получается, что, так, подожди, в 92-й год уехал, вот Володя туда, да, это в возрасте каком? Вот, то есть так, я просто сразу... 16 лет. 16 лет уехал. А он у Питкевича начинал, Володя, или нет? Да, 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 в Минске, ну, и у Питкевича, да, Александра Николаевича, и Питкевича Татьяна Григорьевна, то есть они там вместе работали, там это Ново-Ново, когда они организовали клуб, ну, он к Динамо начал относиться, да, он выходец оттуда, да. А из того общества еще были игроки, ну, пускай не уровни, да, Самсонова, но, может быть, которые также хорошо котировались по республике? Ну, нет, были ребята такие. Ну, которые потом тоже заиграли, так скажем, ну, как-то на каком-то уровне, ну, хорошем. Ну, заиграли, ну, мастера спорта было, были, были мастера спорта, да. СССР, мастера спорта СССР, да, ты имеешь в виду? Это сильное звание, да, то есть это серьезное звание, да? Были, были юноши, ребята, девушки, не помню. Ну, если взять, допустим, тех же СССР Павлович, они начинали когда-то в клубе «Трактор» в Минске, но потом они перешли тоже в Динамо, то есть они потом тоже уже относились к Динамо. А, Павлович не стали где-то в другом месте, но перешли потом в Динамо. Да, они, 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 они были, да, они были выходцы из «Трактора», а уже потом там, там их тренер тоже, там они тоже уехали, по-моему, в Америку, и потом они, они уже, они уже перешли в Динамо тоже. А ребята были, которые даже в юношескую, по-моему, сборную СССР, так плюс-минус, или кандидатами были, входили, то есть, хорошая, хорошая там тоже школа. Я просто хочу понять, вот Самсонов, это именно вот, насколько он был таким, скажем, ну, вокруг него окружали, да, сильные мастера спорта, да, то есть он тоже, да, попал в сильный коллектив, с сильными мастерами спорта, так скажем, старше ребят, сильно играли. Ну, да, да, конечно, они чуть-чуть постарше были, да, постарнее, ну, просто что он буквально вот с детского возраста стал уже привлекаться к детскую сборную СССР, а это, соответственно, сборы были у них там... Союзные. Союзные, ну, раз в месяц наверняка, то есть постоянно, да, если человек там тоже находился. Там уже были тренеры, ну, кто-то тренер сборной, да, пока одет там, союзный. Это кто был вот так вот с фамилией, не помнишь, да? Я никогда там не был, нет, ну, тот же Питкевич всегда был тоже на сборе с ним. Да, да, это он, он был тоже постоянно приемом. Я просто не знаю, потому что я сам ни разу, ни разу в юношеской сборной не был, поэтому так не могу конкретно сказать, что было тогда. Это 35 лет назад, поэтому, поэтому кто там был конкретно... А сколько, вот если так не помнишь, вот сколько было мастеров спорта в Беларуси мужчин? Вот, ну, примерно. Человек 30-40, вот по-настоящему 30 мужчин в Беларуси. Ну, много было, да. Много, да, было, то есть? Много. Ну, вот если взять, допустим, моего тренера Ефремова, то только у него, так я человек, так 15 могу назвать. 15, которые играли, то есть это не то, что закончили, а это именно в одно время играли 15. Ну, нет, ну, кто-то постарше, кто-то помладше, но было, да. То есть было, у нас неплохая школа была, белорусская школа неплохая. Так уж конкретно я не могу сказать. Ну, примерно 15. И у Петкевича, скажем, человек 10-15. Да, 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 да. Поэтому в Могилевске мастеров спорта было тоже там десяток человек. Пару человек. В Гродно было. Вот так вот. Ну, и потом мы стали ездить с 93-го года на чемпионаты Европы уже в составе сборной. Ну, нет, ну, скажем, с какого года? Да, да, да. С 91-го года. С 91-го года стали уже ездить в составе сборной Белоруссии, да, на чемпионаты различные. С 93-го. С 93-го года. Да, да. И состав команды был ты, Володя, да, и кто еще у вас был? У нас очень много людей за эти 20, больше 20 лет прошло, менялся постоянно. То есть, если там Самсонов, Щетинин, по крайней мере, до 15-го года, до 2015-го года, когда я последний чемпионат Европы сыграл командный в Екатеринбурге, который был, то вот мы были двое, да, были всегда двое. Тогда был Сергей Азважинский в 93-м году. Втроем мы поехали на чемпионат мира. Сергей Азважинский, он сам из Могилева. Сейчас уже много лет работает в Оренбурге тренером. Не безуспешно работает. Тоже мастер спорта, ну, пару лет вот он был третьим, третьим, объективно третьим по силам. Потом появились Виталий Нехвидович в 96-м году, уже был точно в команде, но он там пару лет побыл, ну, что-то там не пришелся он ко двору. Потом у него был перерыв, там тоже несколько лет, он только чуть попозже. Вообще от тенниса перерыв у Виталика был, да? Не-не-не, от сборной. Да, и начали, такие средние игроки, средних игроков там хватало, там были. Быков такой Виктор, Шимчонок Павел, ну, так вот они годы. Чумаков Дима был. Чумаков Дима. Чумаков и является чемпионом Европы, да? То есть он был третьим, кто играл в вашей команде, который в золотой команде. Да, да, да. Чумаков и были тогда еще в составе два Димы Болтрушка и... Болтрушка Дима и Дима... Ну, еще один Дима, фамилия вылетела из года. Два молодых, тоже достаточно перспективные были ребята. Были по кадетам чемпиона Европы, по кадетам. Но так в итоге никто и не заиграл, вообще ни из всех этих перечисленных. Никто, увы, не заиграл. Потом в шестом году, в пятом, в 2005-м Павел Платонов появился. Он тоже, он в юношеские годы ничего не показывал, слабенько играл. Потом даже и в начале, уже когда ему там за 20 лет было, тоже слабенько играл. Но потом как-то начал прибавлять. Возможно, потом удалось ему на пару лет уехать во Францию. В группе, в высшей олегии, в ПРОА. Он как-то смог там устроиться. И там и жил, и тренировался. И, возможно, это сказалось положительно. Вот после этого он реально прибавил. Да, я просто про Платонова знаю. Потому что я приехал после него в Монпелье жить и играть. А вот он как раз уехал оттуда. Вот, и мне вот рассказывали. Да, да, да. И вот французы говорили, что Паша не показывал такую игру сильную, на которую он стал показывать, что он после того, как уехал из Франции. То есть он там, грубо говоря, потренировался, набрался. И потом уже стал... Ну, да, это наверняка положительно сказалось. Вот Пашка появился. Потом в 2006 году, ну, или, да, в 2006 году. Ну, Виталику, да, он тоже не планировался у меня еще тогда. Ну, помогло Виталику, мое небольшое несчастье помогло. Я там за три недели до чемпионата мира Ахилл порвал. Год какой-то? Год какой-то? 2006 год. За три недели перед чемпионатом мира здесь в матче Бундеслиги, короче, Ахилл порвал. Ну, на полгода, на полгода, да, выбыл из строя. И, ну, и пришлось уже и Виталика брать команду. Причем он хорошо, хорошо, хорошо сыграл. И вот с тех пор он тоже лет, лет пять, наверное, да. До одиннадцатого года, наверное, двенадцатого тоже был в составе, в команде. А, ну, еще там Саня Кучук был такой. Тоже он был в команде. Ну, он быстро закончил играть вообще в теннис, по-моему, да? Как-то у него все это очень быстро произошло, да? Ну, сейчас вроде опять... Я, 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 не знаю. И, ну, и вот и все. 2015 год, это уже последний, уже наш совместный турнир. Чемпионат Европы в Екатеринбурге. Где хорошо сыграли, бронзу взяли, но... То есть был тоже Щетинин, Самсонов, Платонов. Никидович. Нет уже, да? Никидович нет уже. Ханин, да? А, уже Ханин, да, Ханин появился, да, Ханин, и был тоже, и Глеб Шабрук, Глеб Шабрук, вот. Ну, вот, да, и сейчас вот все, то есть получилось, что вот наше, если уж мы Самсонова вспоминали, то с 1986 по 2015 год мы, получилось, вместе играли, то есть 20, 29 лет, наверное, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.